Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Андрей Ткачук, руководитель историко-патриотического клуба «Генерал-методиста» Денцовского молодежного центра. Здравствуйте, Андрей! Добрый день! Рада вас видеть в нашей студии. Совсем недавно президент России Владимир Путин встречался с молодежными общественными организациями и речь в том числе шла о развитии патриотического воспитания поисковых движений. Вот как все это поможет в будущем в вашей работе? Потому что клуб «Генерал» существует уже в округе практически почти 9 лет. Девятый год пошел. Девятый год пошел. Скоро юбилей! Да, будем готовиться. В первую очередь очень хорошо то, что даны поручения президентам. И сама тема развития поискового движения и более широкого воздействия на школу именно, она поднимается. И тенденции хорошие. Весь вопрос в том, как они будут реализовываться. Что касается нашего округа, то здесь нужно понимать, что уже много лет какие-то аспекты того, о чем говорят сейчас, они у нас уже и реализовывались и присутствуют. И это не только клуб «Генерал», это другие объединения. Поисковый отряд «Китиш», это и Одинцовское краеведческое общество. У нас достаточное количество и поисковиков, и краеведов, которые реализуют не только то, о чем говорил президент на встрече. И у нас сейчас по большому счету задача преломить то, о чем шла речь, под ту работу, которая уже ведется. Что конкретно, вы как видите развитие в этом направлении? Мне сложно сказать, как это видит, например, ассоциация стратегических инициатив, которая поднимала этот вопрос. Но на территории Одинцовского округа одно из направлений – это, собственно, расширение нашей инициативы по организации пункта поиска воевавших родственников онлайн на базе школы. Когда мы фактически в очень короткий промежуток времени охватываем 100% обучающихся, это и подростки, и молодежь, и совсем-совсем начальная школа, и педсостав. И ребята, предварительно опросив дома своих родственников, интересуются судьбой своих воевавших родственников. И после этого ищут документы, наградные документы в открытых ресурсах Министерства обороны. Все это проводилось пока, можно так сказать, в ограниченном формате, то есть мы работали буквально в трех школах, но я подозреваю, что за ближайшие пять лет, то есть у нас открыта вот эта широкая дорога к 80-летию Победы, и мы, на мой взгляд, можем и должны поставить такую достаточно амбициозную задачу, чтобы охватить все школы 100%. И тогда мы претендуем на то, что мало того, что мы первые, кто в таком объеме и в таком масштабе такую работу делает, но и, как сказать, есть такая фраза, что пока не описана технология, господствует индивидуальное мастерство. И вот наша задача – описать технологию, чтобы потом нашим опытом, одинцовским опытом могли воспользоваться все субъекты сначала Московской области, как мне кажется, а потом и на всероссийском уровне, потому что школы везде одни и те же доступы в интернет сейчас фактически везде есть, и ничто не мешает по образцу и подобию воплотить то, что мы делаем. Но с учетом того, что дети проявляют к этой тематике большой интерес. Я бы сказал так, что самое ключевое в этой работе – то, что мы помогаем ребятам увидеть личную историю. Потому что, если говорить совсем откровенно, и, может быть, немножко это будет неприятно, когда наши подростки идут праздновать 9 мая, но не могут ответить на вопрос, о какой вклад их семья положила на алтарь победы, то здесь достаточно много присутствует лицемерия. То есть, получается, человек не интересуется этой темой, но при этом он присутствует на самом главном празднике страны. И совершенно другая ситуация, когда ребенок, например, идет или подросток, или молодой человек в бессмертном полку. Это же два совершенно разных… И он четко может рассказать о человеке, портрет которого он держит в руках в этот момент. И более того, это его семья. То есть, он достойный представитель. И у нас получается, с одной стороны, человек, который не знает, и с другой стороны, человек, который знает. Естественно, мы можем сделать такой вывод, что предпочтительно, чтобы в одинцовских школах были ребята, которые такую исследовательскую работу на базе своей семьи проводят. Которые гордятся не просто абстрактно победой в Великой Отечественной войне, а гордятся тем, что его семья была причастной. Что есть определенный пул наград, есть определенный пул побед его личных. Потому что мы тогда говорим о том, что во всей истории Великой Отечественной войны, с которой он соприкоснется только в выпускном классе и в институте, он уже может для себя поставить какие-то важные точки. Потому что, например, у него прадед воевал, предположим, на Дальнем Востоке, либо он участвовал в обороне Москвы, брал Берлин, у него прабабушка была с партизанами. Неважно. Он для себя эти опорные точки обозначает, у него там уже есть определенный интерес. Но он уже тогда становится несторонним наблюдателем. Конечно, появляется личная история. Это очень важно. А второй момент для меня, например, тоже очень важный. То, что во всей этой истории присутствует точно след такого аспекта волонтерского движения. Потому что я могу не просто научиться искать, я могу не просто найти, я могу помогать другим ребятам учиться, как это делать. И выступать как волонтер на пункте поиска. Причем мы же не проводим это ради того, чтобы один раз провести и потом забыть. Мы хотим это сделать регулярно. Но когда я говорю «мы», это вот Одинцовское крыльеведческое общество, например. И тогда это определенное направление волонтеров. Тогда это определенная преемственность. Тогда мы можем ставить перед собой совершенно другие задачи. Потому что, ну, например, вот сейчас один класс какой-то конкретный, да, каким-то образом встречает то же самое 9 мая. Но мы не можем сказать, а каков этот класс с точки зрения вот этого вот победного наследия. То есть, давайте предположим вместе с телезрителями сейчас, что мы провели определенную работу. То есть, ребята опросили родственников, они выяснили данные установочные, они поискали. И они располагают, вот весь класс располагает этими сведениями. Ну, так получилось. Вот в школе есть такой класс. И они точно знают, что, например, вот мой сосед по партии, у нас прадедушки сражались за один и тот же город. Предположим. В классе есть суммарный комплект наград. То есть, например, у нас там 6 медалей за отвагу, 2 таких-то ордена, есть Герои Советского Союза, ну и так далее. Мы можем проследить и даже схематично изобразить боевой путь этого класса. И тогда мы получаем дополнительные данные, которые можно использовать в патриотической работе. Потому что для этого класса сверхактуальны, например, Ленинград. Так уж вышло, что там из 30 человек 6 имеют вот эти вот, как наследие от своих прадедов. Но кто вот в рамках школы должен взять на себя вот контроль над этой работой конкретно? Мне кажется, что сейчас этот контроль должно удержать в руках краеведческое общество. То есть, вот Одинцовский молодежный центр плюс краеведы. Нужно педагогов ни в коем случае не нагружать. То есть, у них своих забот сейчас достаточно много. А вот оказать им... То есть, вы готовы стать флагманом? Конечно. Дело не то, чтобы стать флагманом, а стать застрельщиками. То есть, мы должны выполнить ту часть работы, которая будет заключаться в подготовке волонтеров для школы. Чтобы у них был этот инструмент. И они могли, например, сказать. Так вот, там, старостат ли у нас? Или там школьное самоуправление? Сказать, ребята, сколько у нас волонтеров на текущий момент? Они там докладывают. Вот у нас подготовлено 20 или 40 человек. Переподготовлено там 20, не знаю. Или у них там с нашей помощью эта переподготовка осуществляется. И в определенный срок там, будет ли это перед 9 мая, будет ли это перед январем, мы проводим очередной поиск. Потому что пришли новые ребята, потому что Министерство обороны выложило новые документы. И мы можем, например, да, вчера не нашли этого парада, да, сегодня он нашелся. И класс приобрел еще один фрагмент боевого пути своего, да, еще там награды добавились и так далее. А вот уже с этого момента они могут работать более-менее автономно. Хотя, на мой взгляд, если школа будет говорить, что, ребята, нам нужна помощь, это прекрасно. И мы в этом плане... Мы готовы проводить мастер-классы, обучение, участвовать в этом. Нужны и востребованы, конечно. Вся эта технология максимально филигранно отработана в Барвихинской школе. Вот на сегодняшний день эта работа ведется уже не первый год. Какие результаты? Вот можно ли говорить уже о цифрах и о эффекте? О цифрах говорить можно. И можно говорить об эффекте. Пока еще сложно говорить о технологии. То есть, безусловно, уже определенная технологизация этого процесса идет. Есть некий регламент. Да, есть определенный регламент. Он совершенствуется. Точно так же, как и растут цифры. То есть, например, в первый год поиска мы смогли обучить почти 850 человек из 900. Это с учетом того, что кто-то болел, кого-то не было и так далее. И эти ребята, они там 280 с лихом человек нашли. То есть, документов с описаниями подвигов, каких-то там других сопутствующих документов. То есть, вот на 280 с лихом человек. Во второй год, вот этот, который бы уже был связан с пандемией, мы всего два дня успели отработать. И за эти два дня из тысячи человек обучающихся через пункт поиска прошло всего 600. Но эти 600 уже нашли свыше 300. То есть, растет и способность, и качество, и так далее. Другое дело, что на текущий момент понятно, что этого недостаточно. Сам по себе поиск не должен быть, как сказать, финальной точкой. То есть, почему мы говорим про вот этот суммарный комплект наград, про карту боевого пути. Потому что после того, как ребята что-то нашли, необходим какой-то комплект мероприятий, где они могут себя проявить. Вот это, ну, создать для них пространство, куда они смогут с этими находками войти. То есть, ради, в том числе, они должны понимать цель полагания. То есть, с одной стороны, понятно, что это личная история, и они ищут информацию для себя, для своей семьи. Но, с другой стороны, у этого есть дальнейшее продолжение. То есть, они могут дальше участвовать вот в этой поисковой работе вместе со своими одноклассниками. Скажу так. Когда мы даем ребятам поискать, и они находят, они действительно становятся героями своей семьи на один вечер. Когда они приносят эти документы и говорят, пап, мам, я нашел, вот. И да, никто из нас до этого момента этими документами не располагал. Ты молодец. Дальше, он второй вечер не сможет прийти и сказать, мама, пап, смотри, я вчера нашел, мы тебя уже похвалили за это, молодец. Дальше, что он будет с этим делать? Ждать 9 мая – это неправильно. То есть, у нас есть достаточное количество знаковых дат, в которые мы могли бы этих молодых людей в работу вовлекать. Но это не произойдет спонтанно, по крайней мере сейчас. У нас идет и будет идти вот эти вот 5 лет какой-то накопительный эффект. Нужно помочь создать и в том числе интегрировать в существующий цикл мероприятий, который называется эстафета поселения, да, салют победы, вот эту работу. И вот, например, если в этом году мы будем говорить о новом городе Герои, то, например, те ребята, боевой путь родственников, связанный с этим городом, да, они должны быть в первую очередь выявляться. Им должна предоставляться какая-то площадка или для них должны быть какие-то информационные мероприятия. Потому что опыт работы показывает, что, например, московские студенты, они в приватной беседе все как один там под копирку почти дают одни и те же ответы. Что, ну, в целом, это интересная тема. В целом, мне бы было интересно про это узнать. Но у нас в семье про это говорить не принято. Поэтому все, круг замкнулся. И здесь получается, что наша работа какая? Выявить, научить их искать, да, выявить каких-то ребят. Причастных к той или иной теме. И для них эту тему развить. И причем сделать это так, чтобы для них в развитии этой темы было место. Какая это будет форма? Мы посмотрим. Потому что, может быть, придется предложить что-то новое. А может быть, мы сумеем доработать нечто, что уже существовало. Но точно это, как сказать, должно быть именно движение вперед. Потому что условия меняются, молодежь меняется. И те формы работы, которые были раньше, они, увы, не так хорошо подходят, как подходили, например, в советский период. Поэтому мы развиваемся. Поэтому президент говорит о том, что да, необходимо двигаться вперед, соблюдая известные ограничения. Но, как сказать, мы не можем позволить себе стоять на месте в этом отношении. И, опять-таки, мы сейчас находимся в периоде, во-первых, цифровизации. И нас в этом плане и окружают, и опережают целый ряд структур, включая Министерство обороны. И, с другой стороны, мы находимся в периоде такой тотальной киберсоциализации. Когда, особенно в условиях пандемии, все резко перешли в цифровой формат, в онлайн формат. И вот сейчас мы из него выходим, но становится понятно, что уже выйти до конца не получится. То есть, это прямо будет такая смешанная реальность. И неизвестно, в какой реальности еще будет больше. И во всем этом мы не можем позволить себе просто брать те формы работы, которые были раньше патриотического плана. И продолжать их внедрять в сознание тех людей, которые уже, в общем, социализированы и во многих реальностях присутствуют. А мы только в одной продолжаем с ними работать. Одинцовский молодежный центр инициирует различные мероприятия, проекты, акции. Что ждет Одинцовскую молодежь в 2021 году? Я надеюсь на то, что Одинцовскую молодежь ждет целый ряд крайне интересных мероприятий. Тем более, что в этом году у нас исполняется 35 лет со дня катастрофы в Чернобыль. И в этом отношении мы, во-первых, очень плотно работаем с организацией Одинцовских ветеранов Чернобыля. Второй момент. Мы сейчас докупаем оборудование для того, чтобы можно было приходить в класс или приглашать класс, например, в Одинцовский молодежный центр. И организовывать для них виртуальную экскурсию по Чернобылю. То есть, ребята одевают VR-оборудование. И есть целая программа, снятая уже несколько лет назад, которая позволяет посетить достаточно большое количество мест. Есть некоторые из которых, там даже можно дозиметр поднять и посмотреть, насколько два года назад там какая была обстановка. Причем абсолютно безопасно для здоровья, в отличие от ребят, которые пытаются, особенно на Украине, организовать какие-то экскурсии туда вживую. Это с одной стороны. С другой стороны, сейчас уже, наверное, несколько месяцев, месяца четыре, мы плотно взаимодействуем с любителями бега в Одинцово. И есть замысел такой в апреле, когда, собственно, эта дата исполнится, организовать памятный забег. Памяти, сейчас рабочее название такое, памяти подвига, ликвидаторов катастрофы. Он будет, скорее всего, символическим первым, дальше он во что-то будет трансформироваться, но главное начать. Это что касается взаимодействия с этими товарищами. В целом, я надеюсь на то, что будет шириться волонтерское движение, потому что это сейчас как никогда актуально. Мы будем стараться организовывать какие-то дополнительные пространства, чтобы волонтеры могли себя там предъявить и реализовать. Опять-таки, в патриотическом плане я все-таки рассчитываю на то, что мы не просто останемся, а так и будем удерживать вот эту планку застрельщиков, лидеров, предлагая на область какие-то совершенно другие формы, новые форматы. И будет очень здорово, если мы подойдем к 2025-2026 году, к тому, чтобы предложить на область свои передовые технологии. То есть, когда уже все будет описано настолько, что можно будет действительно говорить о том, что мы выступили как разработчики этой технологии, теперь ее дарим всем. Спасибо, Андрей, за интересную беседу. На доброе здоровье. Вы смотрели программу «Специальное интервью». Оставайтесь на нашем канале. До свидания.